МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Друзья, а с вами Денис Гик и Клуб Ардуино. И сегодня я хочу вам рассказать, показать и протестировать вот такие вот беспроводные модули REX. Это именно лора модули с юартом, которые работают на 868 и 915 МГц. И являются Long Range и Ultra Long Range. То есть это означает, что можно поддерживать связи, передавать данные на очень большую дистанцию, вплоть до 16 км прямой видимости. И также мне стало их интересно протестировать и у себя. Кстати, а с более подробной информацией о продукции данной компании вы сможете ознакомиться на официальном сайте. Все, что касается беспроводных модулей передачи данных, у них есть на сайте. И, кстати, очень удобно сделано по разделам. 3G, 4G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, GLONASS. То есть все-все-все есть. И, кстати, также есть раздел отдельно с антеннами. Ну, а теперь немножечко по поводу этих модулей и их подключения. Почему, кстати, именно они меня заинтересовали? Потому что, как вы видите, не имеют очень маленькие размеры. Значит, одна клетка у нас равна 1 см, вы видите. Значит, под видео я прикреплю инструкции к каждому из этих модулей. Их будет по 2 штуки. Одна инструкция это распиновка характеристики, блок диаграмма и спецификации. А вторая это список AT-команд для управления, собственно, для контроля вот этих модулей. Ну и давайте рассмотрим их разновидности. Значит, первый модуль у меня голый. То есть он, получается, без выводов, вот этих вот выводов и дополнительных выводов на антенну. Значит, у нас на 20-м пене вот этого вот чипа установлена антенна. Вот она. И, кстати, здесь сделана специальная площадка под запайку разъема под внешнюю антенну. Также присутствуют два светодиода TX-RX. Они тоже здесь не запаяны, но без проблем сюда запаиваются SMD-шные светодиоды. Я их тоже добавлю, чтобы видеть, как происходит обмен данными. Значит, второй чип. Ну и, кстати, по контактам вы видите здесь. Значит, питание данного модуля у нас идет от 2 вольт. Работать он начинает от 2 вольт. Значит, нормальное питание 3,3 вольта. Максимальное 3,6 вольта. Но подавать выше 3,6 вольт нельзя, потому что данный модуль выйдет со строя. Значит, ground, обмен данными UART TX-RX. Это у нас ресет идет. И питание отсюда, то есть не больше 3,6 вольт можно подавать. Здесь у нас аналогичная, как вы видите, плата. Чип также самостоит аналогичный. Но здесь у нас сделаны под боковые выводы контактов, то есть под распайку. Но они не стандартные. Они не 2,54, а немножечко меньше. Сложно найти такие разъемы, потому я буду делать на проводах выносы. Значит, здесь мы видим, вы видите сейчас схему, у нас 20-й контакт, это антенна. Третий контакт, это у нас TX, вот здесь вот находится. А 4-й это RX. Значит, удобно здесь, в принципе, то, что у нас проставлено начало-конец каждого ряда. Но нет, как вы видите, маркировок. Здесь было бы намного удобнее, если бы была вот эта вот табличка с пинмарклингом разнесена. Имя на этом блоке. Это вообще было просто-просто-просто. Ну и теперь вопрос, который меня волнует больше всего, это испытать в реальных условиях. И мне очень интересно, насколько же расстояние передачи данных будет у нас хватать в условиях города. В принципе, конечно же, ну, желательно прямая видимость. Ну, проведу несколько тестов, мне само интересно. Значит, для этого нам потребуется пару ардуин и собрать простенькую схему, для того, чтобы на одной части у нас был передатчик, на другой, собственно, приемник. Кстати, с антеннами я тоже буду экспериментировать. То есть, зная то, что на 20-м пине этого чипа у нас подключается антенна, я без проблем могу подключить антенны соответствующих частот. В общем, друзья, я собрал два простеньких прототипа на базе 890-го чипа и ардуино нано. Также добавил обвязку небольшую из резисторов. Значит, вот это у нас передатчик. Вот это у нас приемник. Вот, как вы видите, я вот таким вот образом решил собрать. Макетки второй у меня не хватило. Значит, принцип у нас следующий. Здесь у нас посылается пакет, команда. Отображается светодиод, когда у нас выходит. Блинкает светодиод, когда у нас выходит команда. Я могу продемонстрировать здесь у нас так же. Так, вот он включается и начинает мигать светодиод. Это у нас уходит пакет. И остается мне прошить вторую плату. Здесь у нас все то же самое, только у нас идет это приемник. То есть, когда у нас заходит команда, есть у нас сигнал, есть устойчивый сигнал. У нас заходит сюда пакет наш. И мы видим отображение. Так же будет мигать светодиод. Значит, еще хотел я уточнить небольшой нюанс. Как вы видите, вот такие вот платы идут уже с распаянными штырьками и антеннами готовыми. А вот эта вот платка, чип у нас идет вот такая под распайку. Потому мне пришлось допаять дополнительные контакты. И плюс пришлось накрутить самому антенну. По поводу антенны я хотел сейчас немножечко добавить более подробно. Ну, значит, как я делал. Есть обычная ручка. Достаем с нее пасту. Я вот именно таким медным делал. Померил, что как раз вот этот у нас диаметр сюда, вы видите, плотно входит. Как раз вот на этой штуковине нужно наматывать. И плюс нашел соответствующую проволоку, померил. Ну, визуально практически, да. Она вот один в один. Значит, мы берем ее на рукоятку. И сейчас на экране вы увидите табличку соответствия частоты. И количество витков, то есть, намотанных. Здесь у нас, как вы видите, 9. У нас получается 9 витков. К верхней части у нас уходит. То есть, мы их считаем. Ну, либо можно ориентироваться по вот этой табличке. Значит, здесь берем просто пасту. Берем кусок проволоки. Выгибаем одну часть. Самое главное, это правильно зафиксировать. И начинаем наматывать таким вот образом. Оп, где-то витки у нас уходят вверх. Мы их сжимаем. Можно даже распрямить. И аккуратненько еще раз. Начан наложить, накрутить. Так вот, наматываем. Ну, и дальше, соответственно, там, где у нас пропуски есть, можно поджать. Но только нужно аккуратно. Желательно не царапать, чтобы потом не подкорачивала у нас антенна. Так как у нас данная проволока, это, кстати, проволока была снята с дросселей трансформа... Дросселей блока, компьютерного блока питания, как-то разбирались. У меня таких много разных диаметров. То есть, в принципе, подобрать не составляет труда. Таким вот образом, примерно накрутили. Где нужно... Посчитали витки. Где нужно, откусили лишнее. Потом взяли пассатижи. И вот таким вот образом выровняли. Это можно... Чуть-чуть не получилось. Можно центр стянуть чуть-чуть и выгнуть от центра. Чтобы она была... Ну, и дальше, соответственно, нужно выровнять. Чтобы она была похожа на антенну саму. И, в принципе, получается... Вы видите, ничем не хуже, чем заводская... Заводская антенна. Также я сделал и вот здесь вот. И это, в принципе, все работает. Значит, также сейчас вы видите схемы для передатчика и для приемника на экране. Они также будут добавлены под видео. Добавлены будут скетчи под видео. Схемы. Наборка по антеннам. По частотам. Ну, а мне остается только сейчас залить... Залить скетч в приемник. И можно тестировать, переходить к тестированию данной сборки. В условиях города. И теперь мы видим, как происходит обмен данными между платами. Вернее, одна у нас является передатчиком, передает данные. Вторая только приемник. Вот такой визуальный простенький тестер на, по сути, на двух ардуинах, двух светодиодах и двух модулях. Ну, и теперь пойду отнесу один, установлю на балконе, а со вторым я прогуляюсь по городу. И посмотрю, на какое расстояние он будет все-таки принимать сигнал. Оставлю его у себя на балконе. Ну, и, соответственно, открою жалюзи, конечно же. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, друзья, покатался я по городу немного с этой штукой. И могу сказать, что дальность, конечно же, зависит от преград, помех экранов и также спусков, подъемов горизонта, которые также служат сильным экраном. Идеально на этих антеннах, в идеальных условиях, мы можем добиться по прямой видимости около, ну, до 4,5-5 километров. В условиях города у меня получилось, ну, не больше двух. То есть, уже больше двух сигнал пропадал. Также нужно будет еще поэкспериментировать немножечко с другими антеннами. Но еще хотел сказать нюанс, что когда вы распаите вот такую плату, будьте осторожны, заливайте место пайки, допустим, даже антенны, потому что отходит вместе с пятаками. Очень будьте внимательны с этим делом. Ну, видите, данное устройство, в принципе, работает. Данные модули не являются очень дорогими, но они сделаны по принципу промышленных, что не есть маловажно. В общем, также я прикреплю карту, где я был, ну, и все материалы будут дополнительные под видео. В общем, друзья, всем спасибо за внимание. А с вами был Денис Гик. Пока-пока. Продолжение следует...